Всем привет, с вами Аурум, и это последний сникпик. Больше не будет, дальше только обновление. И я правда не знаю, обнова уже идет прямо сейчас, либо мы все продолжаем жить в ожидании обновы. Это примерно похоже на то, когда закончится карантин. Вот и сейчас мы ждем, когда же закончится это мучение, и начнется наконец-то обновление в игре. Поэтому, ребят, прожимай прямо сейчас лайк, подписывайся на канал, если хочешь обновления, если хочешь этого замечательного хроматического бравлера. Мне, например, не терпится и очень чешутся руки, поэтому лайкосик, подписочка, вводи код, и сегодня мы поговорим о тех режимах, которые раньше были за билетики, что же с ними случится сейчас. И, конечно же, об эмоджи в игре Brawl Stars, это реально очень интересно. Режимы за билетики теперь бесплатны, билеты больше не нужны. Вы помните, да, что сейчас за каждые 10 билетов нам начислен один гемас, а режимы теперь стали бесплатны. Но на каждый из этих режимов, когда он доступен, создается квест, который мы можем выполнять, и за это получать соответствующее количество жетонов. То есть, по сути, сейчас все взаимодействие с этими режимами идет через квесты, если я все правильно понимаю. Когда наступает день Икс, и у нас становится доступна, например, битва с боссом, то в квестах мы видим соответствующую тему. Там у нас будет 5 заданий, доступных для прохождения. И первые 5 уровней сложности. 100 жетонов награда за каждый квест. Дерзайте на здоровье, ребят. Я попробовал, и даже получилось, в принципе, с ботами пройти, хотя, ну, боты, это просто дичь. Никогда не видел, как 8 бит бросается турелькой прямо в робота. Никому не советую это пережить. Это просто больно, больно на это смотреть. Да, ребят, забудьте об этих сумасшедших рекордах безумия 16, 123, 155. И вообще есть подозрение, что из профиля эта вся тема уберется, либо понизится до последнего, ну, сколько там, 5 уровней, 5 уровней сложности. Вот, скорее всего, вы эту ачивочку у себя в профиле больше не увидите. Но могу ошибаться, но, по-моему, все будет именно так. Поэтому помним, любим, скорбим все эти баги бесконечные в роборубках, в битвах с боссами и прочее, прочее, прочее. Больше, наверное, увы, нет. Кстати, о роборубке. Теперь она длится 2 минуты. То есть у тебя и у твоей команды есть 2 минуты для того, чтобы выжить. Плюс доступно 5 квестов для первых 5 уровней сложности. Опять же, по 100 жетонов за каждый левел. Если честно, звучит намного суховато, чем было раньше. Правда, вот раньше было лучше. Я, конечно, говорю как старпер, но мне кажется, что, блин, 5 квестов, мы точно их пройдем туда-сюда, точно получим по 100 жетонов. Это не та тема, когда нужно продержаться сколько там, 8 минут, и можно и дольше пытаться держаться. Ребят, короче, напишите в комментариях, как вам эта затея с 2 минутами. Конечно же, мне кажется, разработчики решили пойти по пути динамики, да, чтобы, ну, каточки не длились у нас по 8, по 15 минут, а чтобы все происходило более быстрее и динамично, чтобы сдвинуть это время к среднестатистическому времени в любой другой карте, в любом другом режиме. Биг гейм или большая игра. Босс выигрывает, если он выживает двухминутный таймер. Все, в принципе, как и в RoboRumble, потому что у нас есть всего лишь 2 минутки. Здоровье босса было скорректировано на новое время, то есть его, соответственно, будет, конечно же, намного меньше. Ну и плюс выделяется 100 жетонов за первые 3 победы. По сути, разработчики взяли и масштабировали, точнее, в обратное, в обратном положении. То есть, если было много хп, стало мало хп, было много времени, стало мало времени. Не знаю, как это вообще нам зайдет, возможно, это даже к лучшему, потому что, еще раз подчеркиваю, в этих режимах все станет намного динамичнее. Жду ваш фидбэк в комментариях, напишите, как вам новые, точнее, обновленные режимы. Ну и уже очень-очень скоро мы сможем сами протестить, попробовать, как оно лучше, хуже было с билетиками прикольно. Или теперь с квестами лучше, фиг знает, поживем, увидим, ребят. Эмоджи, или как их называют разработчики, пинцы, или дословно булавки. Они появляются в игре, и пока их можно будет юзать только в чате. Но разработчики добавят их, как вы понимаете, в следующем же обновлении, прям в игру. Помните, была такая тучка в углу экрана в Бролтоке, и все мы с вами догадались, что это означает, что в следующем обновлении эти пинцы, эти булавки, это эти эмоджи будут в игре. И это будет грандиозно. Кстати говоря, насколько я понимаю, разработчики не случайно в Бролтоке это спалили. Это намеренно заставили нас обсуждать эту тему. Эмоджи теперь можно будет коллекционировать, потому что их прям огромное-огромное множество. Ну, например, классические, общедоступные эмоджи будут в виде всех персонажей. Но они не будут у тебя все и сразу, насколько я понимаю, как они будут добываться, фиг знает. Но вот эти вот все иконки персов, это прям, скажем так, common, общедоступные. Ничего особенного, похоже, делать для этого не нужно, и деньги платить тоже не нужно. Они у тебя все есть. Кстати, если ты спонсор у меня на канале, то они у тебя уже давным-давно есть, потому что... Ну, что там по масонской ложе? Эти все значки у меня давно есть в смайликах на стримах. Так что залетай на стримы и в чате точно увидишь эти эмоджи. Очень важно понимать, что эмоджи могут быть только тех бравлеров, которые у вас есть. Если у вас нет какого-то бравлера, к сожалению, у вас не будет и этой эмоджи. Эээ, хнык-хнык, у тебя, понимаешь, если у тебя хроматического вдруг нету, то у тебя даже эмоджи хроматического не будет. Ну, они просто издеваются, эти разработчики, ну, правда. Могли бы дать хоть картиночку какую-то поюзать, и тут обломали смайлика, нету. Ребят, не поверите, эмоджи будут делиться на редкости. Общие, редкие и эпические. Причем, общие это исключительно грустные, счастливые и злые. Редкие это исключительно джи-джи и спасибо. А эпические это специальные эмоджи и, возможно, анимированные или даже в золотых рамках. Короче, кучу бабла будут стоить. Гадалки, не ходи, я прям уже предвкушаю, как будут они продаваться в магазе или еще где-то. Ну, и мы видели в Броу Пассе на этом пути эмоджи, посвященные конкретно нашему Гейлу. Их здесь очень-очень много. Они действительно самые-самые разные. Поэтому пока-пока такой большой ценности они в себе не несут. Просто ты в чатике можешь их кидать. Но уже в следующем обновлении это прям будет веско, потому что ты, ну, не то что... Даже не скорее всего, а точно сможешь юзать их в бою. И вот это уже будет прикольно. Можно будет целые коллекции себе штамповать. Некоторые эмоджи можно будет получать бесплатно. Другие же только за Броу Пасс. А третьи, скорее всего, будут продаваться в магазе. Ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к текущему обновлению. Еще раз повторюсь, это был последний снэкпик, снятый специально для вас, чтобы вас порадовать. И не забывайте подписываться на канал, не забывайте отгружать лайки не только на этот видос, но и на каждое видео. Это очень сильно мотивирует меня и поддерживает. Ну и, конечно же, вводите код Аурума в магазине. Обязательно! И всем вам, абсолютно всем и каждому желаю выбить этого прекрасного хроматического бравлера. Особенно, если ты не покупал Броу Пасс. Если ты не покупал Броу Пасс, выбить его будет крайне сложно. Но тем интереснее. И если тебе реально упадет хроматический бравлер, то ты самый фартовый чувак в мире. Ну правда, это дикий кайф. Каждому желаю кайфануть. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех обнял. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok